Приветствую вас! Вы пишите, что вам нужен совет, Даша. Психологи, к сожалению, советов не дают. Психолог может помочь разобраться вам ваши проблемы, но не дают психологу советов. Итак, мне 23 года, моему мужу 28 лет, мы поженились немного больше месяца назад. В отношениях мы не 4 года. Людям все хорошо, в последнее время замечаю, что мой муж очень плохо, морально. Постоянно раздражен, очень агрессивен, боюсь есть проблемы с психологическим здоровьем. Ну, это на самом деле все, даря его ответственность, вашего мужа. Вот, это ни в коем случае не ответственность ваша. То есть, как бы, вы за твоего мужа не отвечаете и за него ответственности не несете. Дальше, значит, так, значит, в последнее время я замечаю, что у него появилось некое состояние измененное. Соответственно, здесь нужно было разобраться с тем, значит, что это за состояние, какое это состояние, с чего оно началось, да, то есть, что повлияло на вашего мужа таким образом. Вот. То есть, вы говорите, что в последнее время, да, но этого достаточно мало. То есть, в последнее время это какой промежуток времени был? То есть, сколько времени прошло? С момента вот, как вы поженились, да, и началось его такое вот состояние. То есть, была свадьба, по идее, все было хорошо, а потом это началось. Началось. Или как? Так. Дальше. Он отказывается от похода к психологу. А по какой причине? На фоне того, что его не устраивает, все на фоне того, что его не устраивает ничего в его жизни. Он ходит на нелюбимые работы, зарабатывает недостаточно хорошо. Мы живем отдельно, потому что не можем себе позволить снимать квартиру. Слушайте, ну, Дарья, эта позиция, судя по всему, она у него началась как бы еще до вас. То есть, эта позиция началась, началась еще до того, как вы поженились, судя по всему. Вот. То есть, тут нужно смотреть именно на это. Он всегда был таким? Ваш муж? Или как? Так. Дальше. Значит. Мы живем отдельно, потому что не можем себе позволить снимать квартиру. А, короче, тогда вы поженились. И для чего, собственно, тогда была женитьба? С какой целью была женитьба тогда? Что вы вкладывали в свадьбу? Может быть, у вас как раз таки от свадьбы были определенные ожидания, которые не оправдались сейчас. И свадьба стала как бы последней каплей вашего мужа к вот продвижению такой модели своего поведения. То есть, согласитесь, это вполне себе вариант. Такой вариант. Дальше. Так. Это все оказывает влияние на наши отношения. А что есть отношения? Далее. Ну вот. Серьезно. Что есть отношения? Отношения это кто? Или отношения это где? То есть, где в отношениях люди? В отношениях нет людей. А в отношениях есть, по сути, только вы и ваш муж. Вот. Понимаете? Какая история. И если на вас влияет это, то давайте уточним, почему на вас это влияет. То есть, еще раз, как конкретно на вас влияет то, что происходит. Да? И как конкретно вы отреагировали вот с учетом всех этих факторов на, допустим, свадьбу. Чего вы ожидали от свадьбы, ну, к примеру. Да? Чего вы ожидали от свадьбы, к примеру. И так далее. То есть, все вот эти вещи, значит, их нужно, опять же, корректировать и исследовать. Дальше. Я очень боюсь, что его терпение лопнет, и он натворит глупостей. Ну, вот здесь вы, что важно, значит, говорите про себя. То есть, здесь, что важно, вы используете наконец-таки от первого лица какие-то описания, да? Вот. Вы говорите, я боюсь. Но почему вы боитесь? То есть, его терпение, да, оно действительно может лопнуть, да, он действительно может натворить глупостей. Но вы-то почему боитесь? Чего вы боитесь? Как на вас это влияет? Я боюсь, что эти причины разрусят наши отношения. Опять, опять же, вы поймите, вы поймите, что ваши отношения, ваши отношения, это не только он, но еще и вы, и если вы своего мужчину любите, если вы принимаете его таким, как он есть, вот, то, я думаю, что, в общем-то, отношения не разрушатся. Вот. Так что, здесь нам нужно ваш страх исследовать. Буду, значит, благодарны, пишите вы, за развернутый ответ. Ну, развернутые ответы, это, хорошо. А было бы лучше, если бы вы сказали по поводу чего развернутый ответ вам давать, да? Как бы, то есть, ну, конкретно, конкретно по поводу чего вам давать развернутый ответ. То есть, у вас проблема со страхом. Вы боитесь. Вы пишите, мне очень страшно потерять любимого человека. Это означает, что вы ориентируетесь на него. И что его в вашей жизни много, больше, чем нужно. Ну, вот. И, соответственно, от него для вас многое зависит. От него для вас очень многое важно. То есть, вы через него, через этого человека пытаетесь что-то для себя, пусть вы зависимы от него эмоционально. Вот. И вы боитесь его потерять. То есть, что-то важное для себя, что-то важное для себя. Вы упустите, если он уйдёт. И вот, собственно, вопрос возникает к вам тогда. Можно ли любить и бояться потерять? Как бы, допускает ли любовь возможность потерять любимого человека? Допускает ли она возможность его отпустить? Как вы думаете? Как вы думаете, Даша? У вас много страхов. Вы боитесь, наверное, остаться одна, к примеру. Чего-то ещё, может быть, вы боитесь. Может быть, для вас молодой человек стал чем-то очень важным. Тем, что вам не хватает в себе. Понимаете? Понимаете? Вот. Подумайте. Подумайте, насколько это нормально для человека, не имеющего проблемы с психологическим здоровьем, как вы пишете. Да? Насколько это нормально для человека, не имеющего проблем с психологическим здоровьем, бояться потерять любимого. То есть, ладно, если бы он там болел или что-то случилось, то понятно, то да. Но разве не означает, вот, то, что его терпение лопнет и он наделает глупости, если это произойдёт, разве это не означает, что человек жил неправильно? И разве не означает это, что, коли он жил неправильно, значит, и вы, возможно, не совсем правильный выбор для него. Снимаете? Какая штука. То есть, это вот такой момент. И мне кажется, мне кажется, что данное предприятие, вам нужно разрешить. У него сейчас проблемы. Оставьте его, не трогайте его. Занимайтесь своими делами, занимайтесь собой. Занимайтесь своими развитием, а только 23 года. Вы учитесь, работаете, развиваете, занимаетесь, занимаетесь чем-то, занимаетесь. Вот. Понимаете? Какая штука. Такая штука. То есть, здесь, ну вот, такая штука. Здесь такая штука. Такой момент. На мой взгляд. По моему мнению. Вот. Так. Я полагаю, можно вам ответить на ваши вопросы. И совет-то в чем? То есть, вопрос ваш какой? Вы вопросы не задаете психологу. Что вы хотите дальше получить от нас? Ведь ответ подразумевает вопрос, а вопроса нет. Есть ситуация. Есть ситуация. Молодой человек к психологу ходить отказывается. Это его выбор, это его право. Остаетесь свой. Вы обращаетесь к психологу. Супер. По поводу какой проблемы? Проблема не может касаться молодого человека вашего. Проблема не может касаться вашего мужа. Проблема может касаться вас. Потому что мы можем решить вашу проблему, не проблему мужа. Например. Если мы поработаем с вашим глубинным страхом. Например. То по большому счету. По большому счету. Вы станете более свободны. И став более свободны. Вы. Ну. Уже подтолкнете. Подтолкнете. Своего. Мужчина. К. Изменениям. Ну. Конечно. Это. История о том. Насколько. Вот. Ответственно. Вы. Подходите. К. 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 Своим. Созициям. Насколько ответственно. Вы. Подходите. К. К. Своему. Своему. Выбору. Вот. Это. Супрайза. Конечно. Безусловно. На этом все. Дарья. Надеюсь. Что помог вам. Если у вас остались вопросы. Дополнительные. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам. Понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделает его. Лучшим. А я вам. Желаю. Всего. Самого. Доброго. И удачи.